На каких биржах или еще какие-нибудь местах нужно искать менеджера? На кворке кандидаты не понравились. Это из-за того, что менеджеров пока мало или мало и не там их ищу. Друзья мои, менеджеров мало от слова вообще, потому что, чтобы стать менеджером ютуб-канала, надо первое, инвестировать в свое образование. Второе, получить опыт. То есть вы бы хотели, чтобы на вашем канале кто-то тренировался. Вы можете занять фрилансера, который может тренироваться на вашем канале и в случае успеха он положит его в кейс, ну в портфолио. В случае неудачи, он его никуда не положит. Поэтому вам необходимо искать именно тех, кто уже имеет опыт и рекомендации. У нас рекомендации есть, опыт есть, но мы несколько дорогие по рынку, просто потому что мы знаем точно, что конкуренции нам пока нет. Где-то может быть сейчас есть компании, которые растят менеджеров, но подумайте, у нас собственных 20 каналов. У нас 17 каналов клиентских, 18 уже. Нам нужны менеджеры, и мы их клепаем, учим, и они, многие уходят, многие не доходят до конца. Многие, ну понимаете, менеджеры – это те же самые люди. Они, как и вы, молодые авторы каналов, тоже верят в то, что они придут к вам на канал, умея работать с видо икью, поставят вам теги, поставят вам там, не знаю, описание и все. Они дальше никуда не хотят идти, они не хотят учиться. Поэтому у нас сейчас мы очень много времени тратим на курс, который называется «Как стать менеджером ютуб-канала». И мы думаем, что только после прохождения этих курсов мы будем забирать себе лучших учеников и сразу предлагать им работу. Потому что у нас спрос, ну давайте так, у меня каждый день два-три человека спрашивают, где найти менеджеры ютуб-канала, а менеджером нет. Вот это хороший вариант на фрилансе стать менеджером ютуб-каналом. Прям хорошо-хорошо. Пара-бара-бам.